Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас будет очень длинное, объемное видео о тегах, как их прописать, для чего они нужны, как сделать так, чтобы теги были сразу загружались, подгружались в видео, которое мы публикуем на канале. В общем-то, пойдет вот такой вот разговор. Значит, все о тегах. Первое, что хочу сказать, что теги предназначены прежде всего для того, чтобы нас по этим тегам определял алгоритм в рекомендуемые видео. Так как самые начинающие каналы в первую очередь заходят с названий, то каналы, которые уже немножко побыли на ютубе, алгоритм их пропихивает через поиск и добавляет рекомендации, значит, нам нужны теги. Теги – это определяющая фишечка для пропихивания канала алгоритмом нас в рекомендации, то есть рекомендуемые. Значит, очень важно прописывать теги. Значит, вот в самом начале хочу вас обратить ваше внимание на то, что в названии видео очень обязательно, просто супер обязательно, это должно быть, внимание, в названии видео должно дублироваться, как зарегистрироваться в ВК, ОК и так далее. То же самое должно дублироваться у нас обязательно в описании к видео. И то же самое у нас должно быть в тегах. В теге находится при загрузке видео вот здесь. Конечно, здесь я немножко неправильно сделала, потому что мне, по сути, нужно было бы, как зарегистрироваться в ВК и ОК, вот эту же фразу, записать и в теги. Обязательно должно название, описание и теги согласоваться между собой. Нельзя писать в названии видео вы пишете про ромашки, в описании у вас про клубнику, а в тегах у вас вообще вареники. Вот этого нельзя делать, то есть теги, название и описание должны согласоваться между собой. Вот это самое главное правило, потому что если эти названия не согласуются, алгоритм очень часто классифицирует эту деятельность как спам, и поэтому может ваш канал просто не продвигать, потому что у вас название одно, в описании другое, а в тегах третье. Вот это очень-очень большая ошибка начинающим блогерам. Поэтому название, описание и теги должны согласоваться между собой. Вот так вот. То есть не то, чтобы они должны быть один в один. Нет, этого не должно быть. Просто должно быть название, допустим, как зарегистрироваться в ВК. Здесь вот в описании у вас тоже должно в этом видео пойдет, о том, как зарегистрироваться в ВК. И точно так же самое в тегах мы прописываем, как зарегистрироваться в ВК, как зарегистрировать одноклассники, как зарегистрировать в ВК и так далее и тому подобное. Это очень-очень важно. Теперь дальше. Значит, теги мы понимаем, что нам они нужны, важны для рекомендаций. Так, значит, где взять эти теги? Я могу посоветовать сделать один единственный правильный вариант, который я, в принципе, и делаю тоже годами, все нормально работает. Это по тегам идти к каналам конкурентов в первую очередь. То есть мы идем к каналам конкуренты. Здесь я не буду открывать чужие видео. Я могу открыть только свое, потому что у меня будет авторское право, если я открою чужие видео. Значит так, мы идем на канал конкурентов. Так, вот я открываю свое видео. Что же мне нужно сделать, да? Так, я еще паузу. Значит, смотрите. Вот видео. Я не знаю, что там прописано. Теги закрыты. Так, для того, чтобы их посмотреть на Ютубе, нужно использовать хитрость. Хитрость совершенно бесплатная, абсолютно безвозмездная. Ею можно пользоваться вообще как хотите. Значит, есть комбинация клавиш. Ctrl, 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 Plus, U. Открываем, мы нажимаем Ctrl, Plus, U. Сочетание клавиш. Ctrl, U, английский. Сейчас я вам напишу, как это выглядит. Так, буду делать без подрезки, потому что если я буду делать подрезки, я здесь еще лету будет. Вот, комбинация клавиш, Ctrl, U, плюс, две кнопки нажимаете, и у вас уже будет Ctrl, U. Вот. Нажимайте комбинацию вот этих клавиш по английской раскладке. Так, у нас с вами перебраскивается вот на показ страницы. Что мы дальше делаем? Находясь на этой странице, мы нажимаем Ctrl, Plus, F, в английский. Ctrl, Plus, F. У нас выскакивает вот такая вот строка в поисках. Вот она находится. Значит, сюда мы вбиваем кей, волки. Кей, добывай. Все обычно, этого хвата. И нажимаем M. Вот, кей-вот. Я немножко притормаживаю. Вот, кей-вот. У нас есть два варианта. Один вариант и второй вариант. Вот, видите? Кей-вот, это первый вариант, это второй. Вот это вот то, что есть. Но берем и так вот выделяем и копируем. Здесь нет никакой хитрости, наглости и так далее. Это все в пределах доступа. Все это видно. И это просто подстраница, который доступен любому, каждому. Вы ничего не нарушаете. Здесь не надо ничего бояться. Берем, копируем. Допустим, выделили копировать Ctrl, C. И идем в наше видео. Здесь у нас теги. Да, мы берем, удаляем эти. Ctrl, V вставляем вот эти. Теперь следующее. Вот следующий очень важный момент. Теги нужно периодически немножечко, немножечко менять. Значит, дело в том, что у меня в том видео шло, шла речь о Даши Погодиной. Вот я ее добавила сюда. Потом я шла, шла речь о как сэкономить на масляных красках. Это я вот тоже вот написала. То есть как бы все, 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 вот это вот я использовала в своем видео. Теперь, если вы не хотите пользоваться националами-конкурентами, хотя я рекомендую, если вы видите, что канал хорошо набирает, быстренько бежите, бегите к нему, и это все. Просматривайте, какие теги они прописывают, как они называют видео. Это просто реально самый большой залог успеха. Это мониторинг ваших каналов-конкурентов. Снимайте видео на похожие темы каналов-конкурентов. Берете теги похожие. Значит, как сэкономить, как экономить. Вот вопрос, да, вот ключевые запросы. Также есть Google Аналитика. Честно говоря, я ей не пользуюсь. Если хотите, можете погуглить Google Аналитика и поискать там ключевые запросы. Также можно на Яндексе ключевые запросы искать. Это уже как кто хочет. Я предпочитаю работать с каналами-конкурентами, потому что у них уже получилось, у них уже работает, у них эти теги пробивные, они работают, они продвигают каналы вперед. Есть еще программа Вид Ай-Кью. Видик называется. Сопрощенно. Давайте я сейчас воблю ее. Вот, Вид Ай-Кью. Вот. Она в какого-то степени немножко бесплатная, немножко платная, но в принципе можно ей тоже пользоваться, устанавливать это расширение и работайте с ним. Там есть бесплатные теги, тоже можно точно так же посмотреть теги других каналов, вот как я по Ctrl-U, Ctrl-U и Ctrl-F. Да, то же самое, видите, можно посмотреть без разбора. Хотите, пользуйтесь этим. Но в принципе опыт и практика показывают, что не нужно изобретать свой сипед, а просто нужно идти к каналам, у которых уже все получилось, какие теги они используют. Потом, опять же, помним правила о том, что мы вот это вот название, как зарегистрироваться, как зарегистрироваться, и в тегах у нас тоже должно быть, как зарегистрироваться. Ну, вообще, вы меня помните. Все. Это что касается технической части. Теперь идем дальше. А, количество вот этого вот цифр. Вот смотрите, у нас символов здесь должно быть 500. Вот можно забивать по максимуму. Можно забивать по максимуму 500 символов. Вот сколько влазит, столько и забивать в это все. Так, я здесь не делюсь, сохраняюсь, сейчас отменю. Вот, поэтому здесь нет ограничений, там меньше, больше, вот сколько влазит, столько прописывайте. Если вы видите, что у канала хорошо прописаны теги, и по этим тегам хорошо проходит ваше видео, значит, вы просто примазываетесь и идете. Да, многие скажут, нет, ну как же. Но вот для начинающих блогеров один единственный путь вперед, это пользоваться проторенной дорожкой и других каналов. То есть, один канал идет, и вы за ним, вот как мурашечка, идете по следам. Только этот канал, вы, допустим, перешагнули другой канал, видите, что вы уже вперед, все, вы уже можете что-то свое добавлять. Поэтому тут очень важен этот момент, что все-таки каналы-конкуренты нужно обязательно обращать внимание, что снимают, на что смотрят, на что обращают ваши зрители, писали, и тому подобное. Теперь идем дальше. Вот я, допустим, открыла, вот экономим на материалы. И у меня сразу выше вот каналы, видите, раз-два, Даша, яркие картины с Натальей Ширяевой и Валентиной Зайцевой сейчас не попадается. Потом опять вот с Натальей Ширяевой. Вот видите, все-все-все идет в том ключе, что нужно, что нужно. Вот. Лада холошо уже попадается. В общем, все-все-все работает. И вы вот смотрите, ага, вот эти каналы прописывают ко мне. Значит, ага, вот девочка сняла подмалевок и подробно о работе с палитрой. Я тоже такую могу снять. Мы идем к ней, берем у нее название, немножко в конце изменяем, смотрим теги, прописываем у себя и идем, идем, идем вот по таким вот товарищам, которые у нас предлагают. Вот в погоде на хорошо, пейзаж в современном стиле. Но здесь вот в этом видео у меня была именно Данья, и я ее прописывала в тейках, поэтому она вот здесь очень часто у меня попадает. И Наталья Ширяева со своими яркими картинами тоже в ленте, потому что это канал Тренд. Вот так. Значит, смотрим. Вот смотрим обязательно на ленту. Наша с вами задача попасть вот в эти рекомендации. Вот это наша с вами задача. Если мы хотим сюда попасть, значит, нам нужны теги. Теги мы смотрим на каналах конкурентов или на Яндексе, или на Google Аналитики, или смотрим, вот вид IQ, есть такая программа, не программа, это расширение, которое можно установить на компьютер. Оно бесплатное, несколько там вариантов бесплатности, потом платы. Ну, основное бесплатное здесь можно на видике посмотреть. Кто хочет, разберется, можете даже в интернете поискать, на гугле очень много в Ютубе информации про этот видик. Масса-масса. То есть там идите, ищите, и будет вам счастье. Я вообще пользуюсь тем методом, который я вам показала. То есть я открываю Ctrl-U, плюс, да, потом Keyword навожу, Ctrl-F ищу. Все. Мне теги все видны, больше мне ничего другого канала не нужно. Значит, теперь идем дальше. Самое интересное, это когда мы с вами загружаем видео, ну вот, когда мы берем и загружаем видео. Вот, когда мы загружаем видео, очень обидно и досадно, когда ты сидишь, каждый раз нужно вот это вот прописывать, эти теги. К примеру, вот здесь у меня тут название, я сейчас говорю честно, я не стараюсь, я веду канал с пень-колоту, поэтому здесь прописано все ужасно. Другой канал не могу вам показать, потому что на другом канале это будет уже нарушение авторских прав, показываю только на своем. Вот здесь нужно было вот сделать вот так, Ctrl-C, так, это я присоединяю, я уже там ничего не работаю, Ctrl-V, вот сюда, это по минимуму должно быть, так, здесь можно какие-то ссылочки на свои видео. Теперь вот здесь вот в развернуть у нас находятся теги. Почему эти теги, товарищ Ютубу так сделал, не знаю. Вот у нас теги. Вот по идее здесь надо было написать заработок на Ютубе, допустим, заработок на рекламе, да, хотя теги здесь не прописалось, что я публиковала с телефона. Хочу вам сказать очень важную фишку. На телефоне эти все настройки, которые я сейчас вам расскажу, они обнуляют. Почему так? Я не знаю. Вот Ютуб, продвижение, допустим, так, здесь вы хотите изменить, вы здесь можно просто нажимаете на серенький фон, он становится вот, вот, разведенный в синем пустичку, здесь можно работать с ним, больше хорошо. Ютуб, там, допустим, зара, молдок, если вы хотите скопировать все, вы берете, копируете вот эти все теги, если вы хотите все удалить, вы удаляете. Вот, все здесь работает. Теперь, как вот это все прописать с самого начала, допустим, вы формируете личный бренд, в ваших тегах обязательно должно быть ваше название вашего канала, или ваше имя, фамилия, допустим, Юлия, да, и тогда уже YouTube просто берет вас уже по вот этим тегам, пропихивает где-то там в поиске, в Google и так далее. Понятно? Здесь обязательно должен быть ваш личный бренд. Обязательно. Вот если вас все, зрители знают вас, допустим, вот как, например, Наталья Ширяева, да, вот все знают Наталью Ширяеву, но у нее канал, вот художники начинающие, у нее канал называется «Яркие картины». И не все понимают, что яркие картины это Наталья Ширяева. Вот Наталье для поиска обязательно нужно в тегах здесь писать Наталья Ширяева, яркие картины, клуб продающих художников, то есть те ключевые слова, по которым ее ищут в Google. Так? Ну, допустим, у меня есть канал о фиалках, я там тоже пишу Юлия Датса. Если вы, допустим, посмотрите, давайте сейчас я вам посмотрю, как у меня вот YouTube Юлия Датса «Фиалки». Вот он у меня «Фиалки» все о продвижении, то есть вот Google вам уже подсказывает меня. Да, вот мой канал это «Фиалки». Когда и как пересаживать вот все мои видео, Google меня находит, потому что у меня и в названии, и в описании, и в тегах прописано видео «Юлия Датса». Теперь вот YouTube, да, допустим. теперь давайте посмотрим Валентину Зайцеву. Валентина Зайцева многое. Есть актриса, есть художник. Мы выбираем художник. И вот у Валентины Зайцевой нет ссылки на ее видео, канал. она не прописывает название, она не прописывает в тегах, что она Валентина Зайцева. Везде. Facebook, Instagram, ВК, все есть, а именно YouTube Валентины нету, потому что в тегах, скорее всего, не прописано. У нее вот это вот очень замечательное слово, как Валентина Зайцева. здесь обязательно для формирования личного бренда должны быть прописаны те слова, по которым вас ищут. Потом фразы ключевые вашего канала вы записываете, личный бренд, как вас ищут, ключевые слова вашего канала, о чем ваш канал, о рисовании, о мотоциклах, о велосипедах, так, потом следующий очень важный момент это опять же согласование названия, описания тегов, то есть о чем видео и краткие такие ключевые моменты, именно о чем будет ваше видео, о чем в этом видео идет речь, чтобы вас как канала YouTube пропихивал в рекомендации. Понятно, потому что по названию вас определяют в поиск по названию, а по тегам вас определяют в рекомендации, это очень важно. Теперь, чего я там пыталась продолжить мысль, продолжаем дальше, как вот эти теги сделать автоматом, вот у вас, допустим, на постоянке присутствуют художники, заработок Etsy, допустим, вы как Наталья Ширяева, или я как дату, чтобы каждый раз не вводить вот эту всю булиберду, в YouTube есть прекрасная фишечка, вот я сейчас ей вам поделюсь, это называется вот настройки, идите сюда, вот в настройки, так у нас слева настройки, внизу шестеренка, здесь у нас идут вот общие, это единица измерения, пойдемте, канал, ключевые слова канала, вот все, кстати, нужно вот это, все, 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 здесь, во-первых, название канала, вы можете изменить название канала, здесь страна проживания, можно ее убрать, мы уже не указываем, ключевые слова канала, вот это, кстати, надо у меня убрать, потому что у меня это уже не ключевые слова канала, так, теперь, вот, сохранить, так, заубежал, идем дальше еще раз настройки идем канала загрузка видео вот здесь вот здесь вы можете прописать то что вам сразу будет подгружаться да вы будете загружать какое-то видео то есть у вас допустим все время надо вводить там ваши имя фамилию вывод назвали сюда не кстати на одном из английских каналов у меня просто полностью сбиты название название одно и то же теперь смотрите вы пишете сюда то есть юлия дата это будет постоянно загружаться это название название видео я буду загружать компьютера еще раз повторюсь на компьютере эти настройки есть если вы загружаете с телефона через приложение эти настройки почему-то они обнуляют вот поэтому это для компьютера если телефона нужно все перепроверять теперь можете прописать в описании все ваши вот эти группы все ваши контакты то что постоянно от видео к видео у вас повторяете ссылочки на ваши кошельки на ваши видео которые вы хотите посмотреть что вот это описание вставляет то есть в один раз хорошенько поработали и 5000 слов вы не символом вы можете здесь теперь параметры доступа я предлагаю доставить ограниченный доступ или доступ по ссылке не надо сразу ставить лучше ограниченный так будет лучше проще теперь ты вот эти теги у меня подгружались автоматом я не хочу и у меня были я могу играть некоторые а могу полностью столбами здесь я прописываю теги которые соответствуют каждому моему видео то есть юлия дата там допустим продвижение и как продавать картины как зарабатывать в интернете вот эти ключевые горячие фразы которые у меня повторяются в каждом моем видео вас может быть там рисование у кого-то может быть там уход за домашними животными вот всем теги которые не меняются от видео к видео у вас постоянно здесь пробиваются вы так сохраняете и следующее видео которое у вас будет загружаться у вас уже будет идти с теми тегами которые вам надо и вывод действует немножечко в конце меняете вот это вот название добавляете о чем речь и все у вас реально намного быстрее это все будет происходить будет проще работать именно с ютуба если вы работаете на телефоне я рекомендую загружать видео не через приложение а через браузер то есть заходите в ваш браузер который у вас находится на телефоне через интернет для выхода в интернет на другие страницы и загружаете через него то есть не через кнопочку вот красненькую youtube а заходите в chrome или кто у вас там стоит какой-то на android или еще какой-то браузер на телефоне и через него вот через вот эту студию заводите загружаете там это что можно настраивать и так далее и тому подобное это очень хорошая полезная функция которая очень просто быстро облегчает работу надо ты как лишний раз надо эти кнопки и просто 1 2 все загрузилось видео есть и работает вот так это под тегом принципе максимально кратко сжато я вам постаралась рассказать теги прописывать надо без тегов очень сложно продвигать поэтому пробуйте трудитесь пробивайте смотрите какие видео вас самое рекомендуем у меня аналитика для того что у меня сейчас сложно с этим каналом я его я этот канал свой это не том это на это видео не то я меняю на своем канале тематику болтает очень сильно у меня раньше было это рукоделие сейчас у меня это все переходит на другую тему я сейчас говорю о художестве и так далее поэтому вот эти теги вот оно не то это здесь это старое видео значит вот нужно вам смотреть вашим нормальным на вашем канале нужно смотреть вот эти первые два три видео 4 5 это говорит это ведь ваши видео которые тянут весь канал эти видео мы не меняем ни в коем случае никаких тегов ни описания ни названия ни картинки никогда и ни за что понятно вот это все мы оставляем здесь вот как есть потому что если мы эти видео поменяем теги название или описание или заставку ваши эти видео вылетят рекомендации поиска и так далее алгоритм просто может выбросить ваш канал и это ребятушки очень сложно сложно еще раз можно потом вернуться опять в эту колею это личный опыт я уже не раз таких делала ошибок поэтому вот эти вот 3 5 видео вообще не трогайте тушу от умоляю просто вообще как они есть станет от и иду так ну что канал может просить теги можно менять там каких-то других которые чуть позже опубликованы которые 10 где-то там болтается неизвестно где понятно посмотреть аналитику по каналу так нет переделываю посмотрите аналитику вот дадим подробно так вот у нас идет расширенный режим текущая статистика сколько подписчиков лучшее видео подробнее идет подробнее здесь вот просмотры за последние 48 часов эти все просмотры потом будет перепроверяться и количество их может быть уменьшаться если алгоритму покажется что какой-то просмотр не такой как нам поэтому вот смотрим вот эти все видео мы не трогаем вот они зашли в алгоритме он видео показывает эти ранжирует ну не трогал другие видео которые вознеслить ниже мы можем поменять название можем немножко изменить теги но в принципе тоже не совсем желательно лучше всего вот правильно все делать уже с новыми видео и новые видео трогать то есть вот эти видео которые у вас находятся в аналитике еще это десять тысяч раз буду повторять потому что это очень важно вот здесь мы ничего не трогать ни название ни описание ни теги даже если вы там ошибку сделали вот пусть но так идет вообще не трогаетесь то ничего ничего не надо добавлять единственное что можете в этих видео вы сделать вы можете в этих видео какие-то комментарии подобавлять и что-то там сказать людям все остальное как бы как бы косо криво это все не было написано вот просто пускать так и будет остальные видео можно меня но под вопросом как бы лучше все делать это по-нормальней брать ваше новое видео которые загружают тоже красиво писать теги правильно писать название описание и тогда вот так все вот это вот самое главное очень важный момент потому что если видео которое вас набирает это называется флагманы ваших вашего канала вот эти все видео тащит трафик для 1 вас на ваш канал вот они в алгоритме где-то там системе сетях если вы меняете теги описания вы меняете допустим какое-то название что-то там решили переделать у вас тут же меняется фактор обнаружения и вот это вот что начинает вылитаться из алгоритма потому что если что-то не так алгоритму сразу обнуляет путь к вашему видео и потом надо будет все это начинать сначала очень важно вот еще раз хочу сказать именно если это начинающий канал очень важно первые десять видео вот из первых десяти видео если они сняты красиво качественно очень хорошо написано название теги описания значит из этих десяти видео у вас выбирается одно единственное которое попадает в ленту которая тянет весь канал так работает алгоритм и этот алгоритм работает так годами поэтому это проверенная практика еще раз повторю вот это видео трогать нельзя не это нет надеюсь вы меня услышали теперь еще один очень важный момент есть у нас еще фанатека я хочу именно для начинающих сказать что ребятушки всю музыку которую вы хотите у себя на канале загрузить какой-то мастер-класс или еще всю музыку вы берете из фанатеки отсюда не из такого либо другого не понятно вот коллекция все вы можете скачать здесь это все вот скачать 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 можете фильтры посмотреть третий помечены нет звуковые эффекты тоже у нас вот это все вы можете спокойно без авторских прав пользуюсь у себя на финале любая другая музыка у вас на канале это уже авторские права это уже нарушение и это уже проблема проблема с монетизации и тогда вы точно так же смотрите что вы можете здесь по добавлению вы можете здесь по настроению от не редактировать из фильтры выбрать допустим настроение исполнительную оптимистичное применить и он вам тут кучу музычки выкидывает какой вы хотите вы это все вот семьсот сорок одно предложение вы это все прослушиваете то что нравится скачивайте и используйте в своих видео другие музычки видео нельзя использовать никогда не при таких обстоятельствах если вы хотите монетизации если вы не хотите монетизации хотите проблему можете брать где угодно музыку вперед вас никто не запрещает потом будете бегать вот поэтому вот здесь вот музыка бесплатно в огромном количестве пользуйтесь на здоровье единственное что у нас вот здесь тип лицензии есть здесь небольшая фишка небольшая фишка вот требуется указание автор вы выбираете видео музыку которая не требует указания автор потому что если у нас требуется указание авторство это значит что вы должны в описании написать что вы используете музыку вот это вот этого человека название его название логии то есть все должно быть указано иначе у вас тоже будут проблемы авторство вот так вот ребятушки это очень важный момент тоже тоже хочу отдельно сказать немножко сейчас затянула но все равно вы по поводу музыки иногда кажется что на другом канале где-то вы открыли назвать на канал там прям юзик для этого вода свободная музыка без авторских прав они там такое все песни поют вам рассказывают так вот я могу сказать что я использовала такую музыку своих видео и мне пролетало нарушение авторских прав потому что одну две три ноты октавы не так ставят вы как человек не ну как бы не специалист вы не можете услышать это различие и вам на эти две-три секунды прилетает что вы используете музыку другого канала мы монетизируем ваши видео и так далее и тому подобное все ваши денежки за рекламу летят другим товарищем поэтому только фанатека ютуба которая находится только у вас вот здесь в вашей творческой студии которая здесь находится вот на творческая студия у нас находится вот здесь вот в себя в складке и здесь написано творческая студия youtube вот здесь мы работаем я сюда сохранила вот это все тело вот здесь у нас контент это где наши все видео и здесь же прокрутить сеть фанатик рекомендую также заходить вот сюда в авторские права потому что очень часто товарищи ты ряд ваши видео и в этом все разделе после тысячи подписчиков у вас есть эта штучка и вы можете смотреть кто вам пишет кто 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 у кого украл кто украл ваши видео здесь можно запросы на удаление всех вот это всех собрать и сказать что вот эти товарищи украли ваши даже если видео у вас закрытых он все равно найдет и покажет что вот это видео у вас процентом стоят мишени кто-то украл но это мои каналы поэтому я ничего не пишу они так и висят дальше поэтому еще раз хочу вам сказать что очень важно на ютубе это уникальный контент если у вас уникальный контент это все окей если вы берете другой канал свой и хотите на этом другом канале в своем взять видео с вашего другого канала вот этого делать нельзя потому что у вас прилетит но вас же вот такая вот фишка и у система вот этот канал уже является вором и и негодяем который украл 20 процентов чужого видео и понятное дело что этот канал расти и развиваться не будет по нормальному понятно ребятушки поэтому уникальность контента прежде всего все на этом будем прощаться видео получилось длинным емким информативным пишите вопросы комментарии надеюсь что была для вас очень полезной и так далее хочу еще раз сказать что в принципе я скорее всего буду от этой темы ютуба отходить потому что как-то мне тяжеловато это все снимать сейчас ну а там время покажет на чем я остановлюсь и что будет дальше окей спасибо за просмотр хорошего дня до новых встреч пока пока